привет друзья сегодня хочу поделиться с вами одной историей интересной довольно таки вы знаете как странно получилось что мне случайно попалась вот сейчас передача вдруг вышла в топ в ю тубе телевизор то я не смотрю уже давным-давно и вдруг мне в ю тубе выходит в топ передача давай поженимся ну и когда-то я ее вы знаете смотрела мне даже нравится иногда какие там лариса гузеева довольно интересные перлы выдает все это было немножко даже как-то весело смотреть но потом я ее не знаю наверное не смотрела уже до очень долго может быть года четыре вот и вдруг она мне выходит в ю тубе красный квадрат и выходит в топ я открыла думаю дай-ка посмотрю и вы знаете друзья боже мой меня во первых как-то вот вы знаете шокировало много чего но самое главное что я сделала когда я стала смотреть женихов вот российских вышли три мужчины и когда стали о них рассказывать оказалось что одному 50 который был там неимоверно толстый и просто понимаете я думала что он еле-еле пришел и одышка и чё там только нету когда ему сказали 50 лет но 50 лет для меня это вообще это просто понимаете но мужчина в самом расцвете лет скажем так а тут уже ну может быть не все так выглядят но потом второго показали 55 для меня он выглядит на 70 сидит вроде как так что-то такое одет там наверное попытался все лучшее нарядить но сизый нос у него это же амбиции масса понимаете но вот выглядит но однозначно не на 55 на 70 и потом 3 я уж там не помню но тоже что-то такое что-то похожее такое с ним ой друзья я не знаю почему так плохо выглядят российские мужчины что происходит это немыслимо и вот такого ну вот нет мужчин вроде хочется чтоб кто-то был рядом но когда такое смотришь и когда вот это видишь то таких понимаете вот даром не надо через серьезное клянусь потому что а при том что амбиции у них вы понимаете вот они или в зеркало себя не видели или что происходит вообще то ли у них уже с возрастом настолько сносит крышу что они просто не понимают уже разбалованы настолько этой нашей российской жизнью когда знаете знаете женщин мало и они не видят берегов и вот этот вот 55-летний а может быть они и врут я не знаю у меня уже даже складывается такое впечатление что там половина их врет и о возрасте своем и о своем достатке потому что ну не может такого быть и вот я же говорю что они все приходят и они еще хотят молодых девушек себе вновь на в партнеры ищут спрашивают а вы кого хотите чтоб она была москвичка чтоб она была богатая чтоб она была обеспеченная с деньгами фигуристая и значит еще вот там 40 лет для меня уже старая представляете вот эти вот сидят пердуны старые и они еще вот так вот что-то такое там хотят недаром потом лариса уже тоже говорила господи чего я только тут не насмотрюсь конечно что человек даже не понимает как это все смешно выглядит что там может каждый сказать что ой да я вот понимаете я ладно что выгляжу но я же в душе молодой мне в душе 18 лет да ради бога душа то она ни у кого никогда не стареет но в зеркало на себя посмотри дружок какая тебе девочка молоденькая да еще с такими запросами господи и вот вы знаете просто хочется плакать просто как когда видишь все это безобразие и вот такая неадекватность ладно там молодые вот эти но когда еще и мужчины уже в возрасте таком серьезном солидном рассказывают сказки о том что они чувствуют себя на 18 лет и хотят видеть молоденьких девушек рядом с собой а у самого вообще ничего я же еще и не добавила вам не досказала что они там да говорит я военный пенсионер вот у меня пенсия военная ух ты боже представляете это уже считается у него огромный капитал что ли или что у пенсии у него военная ну и дальше что так у него еще там по моему то ли трое то ли пятеро детей ну зато с одной женой он не смог отношения построить теперь ему девочку новенькую подавай молоденькую друзья не знаю просто понимаете обнять и плакать и опять мне стало так жалко наших женщин российских и думаю ну как же тут вот людям помогать вот это вот передача давай поженимся она же очень популярная и смотрите ведь она несмотря на то что по моему на первом все таки канале идет эта передача да и несмотря на то что уже столько долго что по моему у них там чуть ли не 10 лет уже эта передача она по моему одна из долгожителей на первом канале вот из таких вот развлекательных и она пользуется популярностью ее смотрят и там просто на расхват и женихи и невесты и все желают туда попасть еще и попасть говорят очень трудно туда и вот посмотришь эти передачи так хочется помочь хочется этим женщинам помочь хоть просто сам становись свахой а тут еще при том тоже по моему рассказывала вам что у меня же очень много пишут в личку женщин молодых ну и не очень молодых и моего возраста и чуть помоложе и совсем помоложе и спрашивают как уехать как найти мужчину помогите вот встречаются тут с одним с другим каким-то европейцам получается не получается иногда такие шокирующие подробности что диву даешься ну вот наверное надо как-то подумать об этом как попробовать помочь женщинам как сделать так чтобы все были счастливы вот самое наверное главное как сделать так чтобы были люди счастливы тогда они будут и добры друг к другу и не будет скервозности злобы зависти вот мне кажется все это именно идет от того что люди в большинстве своем не очень счастливы женщина не счастливая еще раз повторяю она злая и она наделает таких делов и будет мстить за свое вот такое вот отсутствие любви за то что ее отверг любимый мужчина она будет всем мстить всему миру и всему свету и всему миру